Этот мусорный полигон в Новочеркасске закрыт еще в начале нулевых. Рекультивацию проводят по нацпроекту «Экология». Сюда с рабочим визитом приехала советник губернатора Виктория Абрамченко. На объекте 25 человек, 15 единиц техники. Основные работы они выполнили, сформировали свалочное тело, а это около 60 тысяч тонн мусора. Готовность объекта порядка 40%, и причин для провала сроков на сегодня нет. Закончить работы, привести все в соответствие санитарным нормам, планируют до конца года. Здесь шестислойный защитный экран, плюс система пассивной дегазации, плюс ливневая канализация для сбора очищенных ливневых стоков, прудоиспарители, ну и, соответственно, инженерная инфраструктура, плодородный слой и биоматы для того, чтобы вырастить здесь зеленое насаждение. Зеленое насаждение будут и над ростовским мусорным полигоном. Возвращение этой территории к природе обойдется в 2 миллиарда 333 миллиона рублей. С ходом работ знакомят советника губернатора Виктория Абрамченко. Здесь рекультивация тоже идет в нацпроекте «Экология» по региональному проекту «Чистая страна». Завозят грунт для выравнивающего слоя, устраивают систему активной дегазации. Готовность объекта приближается к 70%. Сдать его обещают в срок до ноября. Сегодня с мэром города мы дополнительно обсуждали дальнейшее использование. Я всегда рекомендую по рекультивированным свалкам, которые находятся в городах, спрашивать у местных жителей, что люди хотят видеть на этом месте. Безусловно, большая нагрузка на такие холмы невозможна. Либо это будут какие-то спортивные сооружения, либо парковая зона. А вот и удар по экологии. Незаконная свалка в Рашиловском районе. У балки Тимирник, недалеко от нескольких СНТ. Замусоренные 44 гектара тоже будут рекультивировать. Проект разработан в 2020-м. Через три года откорректирован. Сейчас нужно искать другое решение, считает Виктория Абрамченко. Его необходимо включать уже в следующий проект. Не чистая страна, он завершается в текущем году. А в проект генеральной уборки, который будет вмещать в себя такие работы, продлеваемые в нацпроекте экологии, которые будут называться «Экологическая благополучие». Поэтому считаю, что ей нужно заниматься. Но нужно грамотно выбрать способ рекультивации. Сейчас в проектной документации это вывоз. Но работы по вывозу, они очень дорогие такие, ресурсоемкие. Считаю, что можно ее рекультивировать на месте, как и Ростовскую свалку. А вот место, где новые отходы будут перерабатывать. В строительстве Мясниковского маялока уже пятый этап. Дополнительная карта полигона должна быть готова к 1 августа. Строится автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Дмитрий Сумской, Руслан Хамчиев, 1-й Ростовский.